Четыре фракции, четыре виртуальные встречи с правительством. Руководители политических партий Единой России, ЛДПР, КПРФ и Справедливой России провели онлайн-совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главами ведомств страны. На них обсуждались меры, которые предложили лидеры фракции по борьбе с коронавирусом. Подробности прямо сейчас. Традиционные встречи руководителей фракции с главой Кабмина в преддверии его ежегодного отчета перед Нижней Палатой Парламента о результатах работы правительства за прошедший год, в этот раз прошли дистанционно. С каждой из фракций Михаил Мишустин пообщался отдельно, а также услышал об антикоронавирусных мерах, которые предлагают депутаты. Так, депутаты Единой России предложили федеральному Кабмину поплотнее заняться расценками на продукты в торговых сетях. Сейчас в стране нет дефицита продуктов, но при этом, отмечают политики, цены в магазинах резко подскочили. И вина в росте лежит на недобросовестных посредниках. Правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы, по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий. Было принято решение по ограничению наценки для каждого этапа товаропроводящей цепи 10%. Домские либерал-демократы предлагают установить институт вирусологии и приступить к испытанию вакцины против коронавируса. В школах в этом году оставить только один экзамен, а студентам медицинских колледжей и вузов выдать тепломы сейчас и направить на работу в инфекционные больницы. Инфекция будет каждый год. Этот коронавирус не последний. Нужна команда дома сидеть, чтобы они поняли, что не оставайтесь дома, потому что мы чего-то там хотим. Что это спасение для вас. Фракция «Справедливая Россия» предлагает выплатить людям, потерявшим работу, средства в размере МРОД. Также, по их мнению, нужно существенно расширить механизмы кредитных и налоговых каникул для бизнеса, вплоть до отмены большинства платежей на срок до года. Еще одно предложение касается медиков. Застраховать всех врачей, всех медицинских работников, нянечек, сестер, которые сейчас работают именно в больницах, где лежат больные с коронавирусом, застраховать их здоровье и жизни в размере трехгодового дохода. Особую поддержку нужно оказать тем, кто продает и доставляет лекарства, считает в партии КПРФ. Лидер коммунистов указал на проблемы с обеспечением защитными средствами медицинского персонала в регионах. А кроме того, сейчас, весной, нужно поддержать аграриев, заморозить цены на топливо. Ток валюты резко коротился. Никто не поднял ни на копейку, ни тарифы на ЖКХ и горючее. А у нас, я посмотрел, солярка уже на рубль или полтора вылазить стала. Но я видел на нескольких бензоколонках. Эти и другие предложения были озвучены лидерами фракции лично Михаилу Мишустину. На следующее пленарное соседание состоится уже 17 апреля. На нем депутаты рассмотрят приоритетные законопроекты правительства, в которые, возможно, войдут и вышеозвученные предложения.